Друзья, всем привет! Сегодня я побуду голосом за кадром. Хочу вам показать мою новую домашнюю любимицу, которую я держу в клетке. Да, как бы это странно ни звучало, но сначала хорошая новость. Может быть, кому-нибудь было интересно, хочу сказать, что паспорт мне новый уже сделали. То есть, такие криминалисты доказали, что я в 15 лет, эмо с черными волосами и черными тенями на глазах, и я в почти 25 лет с совершенно другим, противоположным цветом волос и с естественным макияжем. Это всё-таки я! Радует, что доказали, что не я одна. Думала и знала, в общем-то, что это я. Так, теперь, что касается кошки. Красавица ты, да? Это та самая кошка, которая и побудила меня заняться благотворительностью, что ли. В общем, помощью бездомным животным здесь и в Минске, в смысле. и людям, финансовой также помощью, тем людям, которые пытаются вылечить бездомных животных или чужих. Потому что была такая история, и я уверена, что она не последняя, когда молодые люди, парень, девушка, может быть, несколько парней, несколько девушек, я не знаю, нашли выпавшего из окна домашнего кота, а хозяева при этом, ну, я не знаю, даже палец о палец не ударили, то есть те ребята вылечили, в интернете собирали деньги на лечение бедной кошки, у неё там вообще проблемы были, сердце два раза за ночь останавливалось, лёгкие текали там через какое-то приспособление, кажется, она дышала. В общем, ужас, глаз удалить пришлось, глаз вылез из глазницы, в общем, жесть. Ну и, собственно, я тоже этой кошке, не этой, которую вы сейчас видите, где, а той, которая выпала из окна, помогала. Так вот, хозяева палец о палец не ударили, чтобы её вылечить, вообще ничего не сделали. Ну, те, конечно, ребята не промах казались, они постарались сделать так, чтобы хозяева тоже заплатили, в смысле финансов. Вот, но меня, если честно, поразило такое отношение людей к своим животным. Ну и вот эта кошка, когда она появилась у меня во дворах здесь, она вообще кардинально отличалась от других бездомных котов, потому что те, они хоть и благодарны за пищу людям, там, кушают то, что люди им оставляют, но в руки не идут, даже шипят, в общем, стараются не подпускать людей, в крайнем случае убегают, если уж совсем расстояние сокращается. Убегают, прячутся, а эта же кошка с радостью отзывалась на кс-кс-кс. Сейчас, правда, не отзывается. В ошейнике она, правда, была, что, возможно, спасало её от живодёров, а, возможно, они просто её не нашли. Были к тому моменту. И вот она, отзываясь на это кс-кис-кис, смело шла в руки, ничего не боялась, и даже не столько её интересовала еда, хоть она и была голодная, сколько факт того, что человек должен быть с ней рядом, и должны её гладить, чесать шейку под мордочкой, в общем, животик и так далее. И вот это вот меня здорово напрягло, потому что я, когда приехала в Минск, узнала немало жутких историй, как люди поступают у нас здесь, в Минске, с котами. Я думала, такое может быть только в Москве, ну, в России, потому что, как правило, всегда всё там. Но, наверное, это везде так, просто нигде, возможно, это так не освещается, как и в Москве. Вот если бы все минские случаи живодёрства стали известны обществу, то, думаю, тоже бы там хватило, а чему ужасаться. Потому что, когда я читала, у меня просто чуть ли волосы дыров не становились от этого. Там и бедным животным ножом как-то бока, ну, дрябили, в общем, стреляли. То есть, жесть, ну, в общем, всё, как и в Москве у нас, просто у нас это не получает такой широкой огласки. Вот, и я за эту кошку очень сильно испугалась, если честно. И когда родители однажды уехали на продолжительные выходные из города, на 4 дня примерно, тогда тоже были ливни, как и сейчас, я её забрала к себе. Но как-то они с Мяшей не поладили, и, в общем-то, они всё ещё не дружат на самом деле. Вот, не знаю, как их помирить. Причём вот эта кошка первая зашипела на Мяшу, а Мяша просто любопытствовала, хотела понюхать её, узнать, кто это, что это. Но кошка зашипела, показала, значит, что она недовольна тем, что рядом какая-то ещё кошка есть. То есть, этой кошке нужны только люди рядышком, но никак не другие животные. И, в общем, Мяша поняла, что по отношению к ней агрессивно настроенной тоже стала шипеть. Но она всё ещё не оставляет попыток подойти как можно ближе к этой кошке, пока та отвлечена, умывается, например, или вообще спит, хочет всё время понюхать её. А сегодня я проснулась от того, что Мяша стояла над клеткой на диване, рядом с местом, собственно, где подушка находилась и моя голова, и как-то громко мяукала, естественно, глядя на клетку. То есть, какой-то вызов, должно быть, она бросала кошке или что, я, честно говоря, не знаю. Но, в общем, меня это разбудило, мне это не понравилось. Мяшу я и из комнаты выгнать не могла, чтобы дальше спать спокойно. И в комнате её тоже держать всё-таки не совсем было безопасно для кошки. Она нервничает, как ни крути, когда Мяшу видит. Вот. Ну, а вернёмся к тем выходным. Я вам потом про их взаимоотношения расскажу. А если получится их помирить, то сниму видео. И расскажу, как можно, что нужно делать, чтобы подружить кошек. В общем, те выходные закончились и для этой кошки, к сожалению, не очень. Тогда всё ещё был дождь, но мне пришлось её выставить на улицу, потому что мне родители не разрешили завести ещё одну кошку. Это звучит, как отмаза пятиклассницы, но так или иначе, тем не менее, собственно, такова реальность моя. Мне не разрешили, блин, ещё одну кошку завести. Что такое? Да мне, в общем-то, может быть, и не нужна ещё одна кошка. Я просто хочу для этой кошки хозяев нормальных, адекватных, которые бы её любили, которые бы хорошо к ней относились. Она это заслуживает, все животные заслуживают. Я не знаю, как они с Мяшей будут уживаться, поэтому здесь её долго держать, мне кажется, это вообще ни разу не хороший вариант. Вот. Но спустя какое-то время, благодаря этой кошке, я познакомилась с хорошими людьми. И одна из девушек, она, из тех, с которыми я познакомилась, она живёт совсем рядом со мной, она тоже эту кошку знает, тоже за неё переживает. И, в общем, мы вместе взяли над кошкой шефство, что ли, и начали за ней присматривать. Но сейчас очень дождливое лето, такие перепады температуры, то адская жара какая-то, то вдруг дожди, ливни, холодно. И мы с ней поняли, что этой крошке просто не место на улице. До этого я её по ветеринарам возила, узнали про неё какие-то вещи, что у неё, например, был перелом. Вот там, где ребра срастаются, ну, на животике, на брюшной полости, как-то правильно назвать, немножко за передними лапками. Вот там у неё как перелом был, но он уже сросся. Что-то в этом духе. Вот. Ну и всякое такое мы про неё узнавали. Узнали также, что она здоров, по большому счёту. Вот. Эта девушка забрала кошку к себе, но, к сожалению, у неё тоже очень много родственников живёт в квартире, и кошку нет держать долго никакой возможности. В итоге, вроде как, мы и она, и я, мы хотим как бы кошку к себе забрать, каждая, но у каждой из нас нет возможности. В общем, пока кошка была у неё, но уже наступал момент, что вот она должна от неё, ну, тоже избавиться, опять на улицу выгнать. Я решила, что, ну, так дела не делаются, надо кошку забирать, потому что мы не сможем найти ей хозяина, если она будет на улице. Нешивко-то разбирают и тех, кого курируют, и кто в квартире живёт, а тут кошка ссорится, и кому она вообще нужна будет, да? Ну, может, найдутся, конечно, адекватные люди, но по большому-то счёту никому она не нужна будет такая, поэтому обязательно нужно было забрать её. Вот, и... Я поговорила с мамой, всё, и объяснила, рассказала, разъяснила. Мама согласилась, я даже сказала, что вот, давай, пусть кошка в клетке будет, вот такая вот огромная просто клетка, но всё равно, как видите, кошке места не особенно хватает, потому что по большей части всё занимает лежанка, и здесь сбоку был ещё кошачий лоток, но я его сейчас вынесла, чтобы кошке не воняло. Я его мою, не подумайте, что он там грязный, поэтому воняет и так далее, просто, ну, не удаётся их, что ли, промывать как следует, и в итоге запах не очень приятный, но когда ему он понадобится, я его поставлю. Всё равно я сегодня никуда не ухожу из дома. В общем, с мамой мне так и удалось найти общий язык касательно кошки, хотя в те выходные именно она была за то, чтобы кошка снова на улице оказалась. А вот с отцом как-то на сей раз мне договориться не удалось. А он вообще мне заявил, что вызовет на меня участкового, и типа, что это такое, ещё одна кошка в доме, да кому она вообще нужна, и так далее, и так далее. Я не стала ему ничего объяснять, потому что у нас с отцом очень натянутые отношения, очень напряжение тут огромное, просто невозможно находиться, если честно, в одной квартире, когда и я, и он дома. Потому что, ну, правда, настолько у нас холодные отношения, и я даже стараюсь, пока он дома, очень уж из своей комнаты не выходить. В общем, он мне пригрозил участковому, то есть фактически меня могли бы сдать милицию и упечь в тюрьму. Я не знаю, наверное, вряд ли, но... Блин, просто как это звучит, да? Упечь в тюрьму за то, что человек сделал доброе дело. Ну, я не знаю, как-то в голове не укладывается. Ну, в общем, отец свою угрозу таки в действие привёл, в участок милиции сходить-то он сходил, но с собой никаких гостей не привёл, опять же. Вот, поэтому не знаю, чем там история закончилась, поскольку я с ним не общаюсь, то я и спросить не могу. Вот, но очень может быть, что меня в ближайшее время вызовут тоже в участок. Если вызовут, могу снять видео. Пишите в комментариях, интересно ли вам будет послушать дальше. А с отцом у меня почему напряжённые отношения? Даже как бы не в кошке я делал, на самом деле, просто он меня ненавидит по факту моего существования. Стоило мне родиться, как меня уже ненавидели. Пожалуй, даже в утробе матери меня уже ненавидели, вот. Поэтому, независимо от того, что я буду делать, хорошие или это поступки, или это действительно что-то очень плохое, он навсегда будет против меня. Поэтому, собственно, ничего удивительного. Для меня даже было скорее удивлением, что он в прошлые выходные, считай, разрешил кошку оставить, нежели то, что он как-то возмущил. Алси. Поэтому я ей, собственно, не выношу никакой критики, потому что отец меня каждый день втаптывает в грязь, смешивает с ней постоянно тонны, уймы оскорблений, матов в мою сторону, поэтому я плохо отношусь к критике, и мне всё равно, что это за критика обоснованная, необоснованная, адекватная, неадекватная. Я не люблю критику вообще ни в каком виде, и хейтеры, которые утверждают, что они стараются сделать твой контент лучше, потому что оскорбляют тебя. Я живу с хейтером. Это мой родной отец. Мне больше не нужно хейтеров. В общем, как-то вот так вот ситуация в моей семье обстоит. Но давайте вернёмся к кошке. Мы, значит, с мамой договорились, что кошка будет жить в клетке, так как мама жалуется на большое количество шерсти от мяши. Сколько мяшу не вычёсывай, всё равно шерсти хватает повсюду, и на мебели, и вообще везде-везде, но даже в воздухе просто, вот в воздухе летает. И если вдруг у меня жирное лицо от крема, или от маски какой-нибудь, или у меня на лице глиняная маска, которая там подсыхает, в общем, что-то в этом духе, то обязательно шерстка прилипнет, будут щекотать, лицо будет чесаться, в общем, ощущение идти ещё. Поэтому мы с вами договорились, что, в общем-то, кошка будет находиться в клетке, чтобы шерсти было меньше. Но я, конечно же, договор не совсем выполняю. Кошка выходит из клетки, но на ночь я её стараюсь закрывать, потому что всё-таки мне кажется, в клетке ей безопаснее, если мы говорим про её соседство в одной комнате с Мяшей. Клетку, кстати, я только вчера привезла, то есть кошка в ней второй день. Клетка пипец какая тяжёлая, я её взвешивала дома, ну, порядка девяти, даже десяти, я думаю, килограмм будет она весить, то есть весы показали девять с половиной килограмм, но я просто её так держала, что наверняка какое-то количество веса просто весами не учлось. Мне так кажется, ну, блин, как по моим ощущениям, так клетка целую тонну весит, потому что она реально очень тяжёлая. Я хоть и, ну, не должна была там ехать за ней куда-то, за три-девять земель, мне её привезли на мою станцию метро, то есть мне буквально вот, ну, не то, что пару шагов пройти там, достаточное количество шагов, но не так, что прям далеко от моего дома, в общем, что-то между. И всё равно я так устала, когда шла с этой клеткой, она реально очень и очень тяжёлая. Но кошка, к сожалению, не очень-то её и жалует, она, ну, как мне показалось, не любит в ней находиться, либо же она себя не чувствует в безопасности от мяши в этой клетке, вот не совсем не ясно. Кстати, вот здесь вот сбоку видно, что журналы Cosmopolitan лежат, они на поддоне, поддон просто жёсткий, наверное, холодный, вот он сам. И он какой-то весь пошарпанный, просто клетка БУ, вот, но хоть она и БУ, она, конечно, стоила тоже предостаточно, хотя новые ещё дороже. Вот, полотенечко я постелила кошке, чтобы, ну, журналы, это всё, конечно, хорошо, но они тоже наверняка жестковатые, вот, ну, сейчас, возможно, не стоило так сильно клетку утеплять, ведь это же не зима всё-таки, да, лето, как ни крути, и кошка в шубке, но всё равно. Да и мне приятнее вот так вот посмотреть на полотенчика, чем на журналы те же. Мисочки вот я и купила, а корм сухой, который в одной из них, это покупка той самой девушки, о которой я чуть ранее рассказывала, и вот лежанка, на которой кошка сейчас находится, мягенькая, она приятная, моей мяше очень пришлась по вкусу, тоже вчера была куплена, но я уже подумала, если честно, что, наверное, имело смысл купить всё-таки кошке не такую лежанку, а как домик, чтобы она могла действительно прятаться, если что, от мяши там, уж тогда бы точно, если бы даже мяша вплотную к клетке подошла и лапу бы запустила, то она бы в любом случае в дальнем углу, там где-нибудь кошку бы в домике не достала уж точно, но этой кошке явно спокойнее было, ну и когда она в туалет сегодня сходила, в свой лоточек, она тут всё очень активно зарывала, и лапами всё цепляла, и вот тут полотенце, на котором всё стоит, и лежанку, в общем, тут переворот просто был, поэтому я лоток ещё и поэтому тоже убрала, потому что, ну, я не знаю, короче, действительно, это очень странно, наверное, что туалет кошки находится рядом с её едой, несколько негиенично получается, да, ну и плюс ко всему, вот это вот как она закапывает, лоток я буду, пожалуй, на ночь только ставить, а днём, если что, она может всё равно в него сходить, но он будет не в клетке просто, ну, в общем, что-нибудь да придумаю, а ещё у меня была не очень приятная ситуация, совсем недавно, опять же, связанная с отцом, с этими вот его закидонами, в общем, я договорилась с кураторами одного котика, которому очень сильно нужна была передержка, потому что нынешняя почему-то больше не хочет его у себя оставлять, договорилась о том, что он у меня поживёт неделю, потому что, когда мы с мамой это обсуждали, она разрешила только, собственно, чтобы на неделю он здесь у нас оказался, и после того, как отец вот это вот высказал, связанное с участковым, я подумала, блин, у меня моя кошка, у меня вот эта вот кошка, они между собой не могут никак найти общего языка, плюс у меня проблемы сейчас ещё с отцом, я просто одна совсем не справлюсь. Мне так было стыдно, я даже не могу это описать словами, но мне, к сожалению, пришлось написать тем людям, что я не могу взять к себе кота даже на неделю, потому что у меня вот такая вот ситуация дома, которая просто в голове не укладывается, если честно. Слава богу, что буквально вот через пару часов коту так и нашлась передержка, и далеко не на неделю, в общем, для него всё как нельзя благополучно разрешилось, я этому очень рада, очень здорово, потому что меня реально совесть просто заедала. Ну, то есть, понимаете, вот кота должны буквально вот-вот на днях выбросить на улицу, а я, которая, я считаю, пообещала его приютить на какое-то время, да, я, получается, перед вот этим вот самым событием отказываюсь от того, чтобы его у себя оставить пожить. Вот как это вообще? Это же, блин, предательство. Поскольку мне скоро в тюрьме сидеть, то осваиваю тюремный жаргон, кидалого с моей стороны, уж точно по отношению к этому коту. В общем, жуть. Но, действительно, я говорю, что для него всё как нельзя к лучшему разрешилось, и я этому очень рада. Возможно, я что-то ещё хотела вам рассказать про эту кошку или связанное с ней, но я просто не помню. Я разве что могу про Мяшу добавить, что Мяша всё бегает, сталкерит, наблюдает за этой кошкой из разных вообще точек комнаты и со шкафа, и с пола, и с дивана, отовсюду. В общем, Мяша вездесущая. А кошка сидит у меня не только в клетке, а также на подоконнике, но на подоконнике хоть и попрохладнее, чем, скорее всего, на нагретой, но мягкой лежанке. Подоконник жёсткий, твёрдый, поэтому, мне кажется, ей лучше на лежанке. Ну и на подоконнике она себя в безопасности от Мяши чувствует, по крайней мере. Вот, в общем, буду приводить эту бедную крошку кем-то брошенную. Пусть и она была с антиблошином ошейником. Вообще, конечно, история с ней очень странная. Её нашли вот в том самом парке, видео, о котором я однажды для вас снимала. Нашли на дереве. Всё в птичьих фекалиях. Она не могла слезть оттуда, но она была, тем не менее, с антиблошином ошейником. То есть, вообще, непонятно. Это её погулять выпустили, она забралась на дерево и потом слезть не могла. Или это её выбросили, хозяева. Но при чём тут ошейник тогда? Если уж от кого-то или от чего-то избавляешься, то зачем этому кому-то или чему-то облегчать жизнь? Очень вообще странно это всё. И никто её не искал, никто не откликался на мои объявления в интернете, в группах ВКонтакте, что это моя кошка, я там её вот так зову, она отзывается на такое имя, вот фотографии с ней, вот видео и так далее, и так далее. Никто, ничего. Ну, раз старые хозяева не откликаются, раз никто её не ищет, раз нету объявлений по району расклеенных, что пропала кошка и её фото, то, наверное, так она нужна своим прошлым хозяевам. И действительно, мы же не знаем, что с ней случилось, почему этот перелом, сросшийся, сколько ему уже, это её били, или это она из окна вылетела, вообще непонятно, если честно. Короче, мутная история с её прошлыми хозяевами, и я бы, наверное, даже не хотела её им возвращать. Было бы неплохо найти у кого-нибудь человека, который бы не только хорошо к ней относился, но ещё и мне присылал с ней фото и видео, чтобы я тоже могла знать и понимать, что с ней всё хорошо и не переживать за неё. Всё. Будем отъедаться, будем вес набирать, будем как мяша в порядок себя приводить, диета особенная, чтобы побыстрее вес набрать. Ну, в смысле, девушки худеют обычно, а кошки вес набирают. Хотя некоторым кошкам тоже не мешает схуднуть, но я считаю, что они клёвые, когда пухлые. Да, и вид, наверное, более лощёный, такой холёный у них, поэтому больше людей будет смотреть на её фото и больше людей будет хотеть её к себе забрать. Наверное, возможно, я очень на это надеюсь. А, ребята, я забыла вам ещё сказать кое-что насчёт комментариев на Ютьюбе. Почему-то мне не обо всех комментариях приходят оповещения, поэтому я могу на ваш комментарий не ответить, вы уж извините, пожалуйста. ещё я как-то получила оповещение о том, что оставлен был комментарий под одним из видео, но там я его уже не нашла. Я не понимаю, в чём дело. Это его удалили те, кто его оставил. Или что вообще случилось? Просто комментарий это был хороший. Зачем тому, кто его оставил удалять такой комментарий? Непонятно. Или это сбой какой-то на ютюбе? В общем, если я вам вдруг на ютюбе именно на ютюбе не ответила, то знайте, что что-то не так с ютюбом, что просто меня не повесили о ваших комментариях, либо же что-то ещё случилось, я не могу ответить. А если я вам вконтакте не отвечаю, то тоже извините, пожалуйста, просто слишком много общения, я немножко от него устаю, и мне нужен отдых. Когда я соскучусь по общению, я обязательно вам отвечу, просто терпение наберитесь, пожалуйста. Всё, всем спасибо за внимание и просмотр, всем всего хорошего, ребята, пока!